Музыка 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 Господь и Бог наш Творец именем Господа нашего Иисуса Христа благослови это наше собрание братское дару Господи чтобы ничего нечистого не входило ни в наши уста ни в сердце ни в мысли дару Господи чтобы все что мы здесь услышим истинного, Твоего, Господи, Божественного. Все было нам полезно, душеполезно. И через это мы могли прийти к Тебе, Господу и Творцу, еще быстрее и надежнее. Помоги нам, Господи, знать Слово Твое Святое, чтобы можно было вынести его к людям, к этим грешным и погибшим людям, к которым Ты, Господи, пришел, чтобы спасти их, как спасаешь и многих из тех, кто здесь находится. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Реды наши поедели. Христос Воскресе. Боистос Воскресе. Сегодня неделя расслаблена, да? И о чем? Больше всего мы говорим. О чем? О болячках, конечно же. О болячках. Можно сказать, что сегодня день всемирных, всемирный день больных и врачей. Спаси Христос брата Игоря. Он такие проповеди подготовил и вчера, и сегодня. К сожалению, вчера еще меньше было народу, и еще меньше народу слышали эту проповедь. замечательную проповедь, которую читал брат. Игорь, проповедь Иоанна Затауста из слова о болезнях и врачах. Мне она так понравилась, что я даже попросил у него эту проповедь себе, чтобы ее иметь всегда, потому что она вот, ну, она всегда нужна. И Господь-то пришел к больным. А когда человек может пойти к врачу? Тогда, когда он признает себя больным. А когда он здоров, тогда он считает себя здоровым. Тогда он и идет к врачу. А главный врач у нас кто? Христос. И мы все должны сегодня признать себя больными, потому что Господь говорит нам через Слово Божие, «За всякий грех возмездие смерть». А кто безгрешен совершенно? Это мы можем так говорить. Этот смертный грех, этот такой грех. «За всякий грех» написано. «За всякий грех возмездие смерть». Поэтому все мы расслабленные. Расслабленные, если не телом, то душою. Грехами своими расслабляем себя. Не знаю, есть ли смысл прочитать эту проповедь еще раз. Для тех, кто не был вчера на субботнем богослужении, ну, сами решите. Если захотите, значит, мы прочитаем. Прочитайте. Прочитайте. Нам будет полезно. Ну, многие просят. Прочитаем тогда, да? Прочитайте. Тогда, может быть, брат прочитал бы, потому что он уже знает эту проповедь. Ну, у него есть что-то. Читайте. Когда человек, ты подвергнешься болезни, вспомни о теле Иова, о святой его плоти, потому что она, имея такие язвы, была святая и чиста. В самом деле, кто так болел когда-нибудь? Кто подвергался такому несчастью или видел другого подвергавшегося? Нет. Нет, никто. Постепенно истощалось его тело. Источник червей точился у него изо всех членов. И приток этот был непрерывен. Повсюду было страшное зловоние. Тело постепенно распадалось и разлагалось от такого гниения. Делало противной пищу. И голод был у него необычайный, неслыханный, потому что он не мог кушать предлагаемой пищи. «Чувствуй смрад в пище моей». Иова 6.7 Но скажешь, он имел достаточное утешение и облегчение в сознании того, что эти бедствия навел на него Бог? Напротив. Это-то особенно его и смущало, и страшило, что праведный Бог, которому он всячески служил, враждует, как он думал с ним, так как он не мог найти никакой разумной причины для случившегося. Если же ты думаешь, что этого достаточно для утешения, то можешь и сам получить такое утешение. Хотя бы ты терпел какое-нибудь бедствие не ради Бога, а от людской злобы, но если ты не произнесешь хулы, а возблагодаришь того, кто мог воспрепятствовать этому, но попустил ради твоего испытания, то, подобно тому, как увенчивается страдающий ради Бога, и ты получишь те же самые награды за то, что мужественно перенес причиненные тебе людьми бедствия и возблагодарил того, кто мог, но не восхотел не допустить их. Нет ни одного недоброго человека без греха, ни злого без правды. Интересная фраза. Нет ни одного недоброго человека без греха, ни злого без правды. Возмездие же и воздаяние бывает и тому, и другому. Если какой-нибудь праведник сделает нечто злое и заболеет, подвергнется наказанию, то не смущайся, а скажи, этот праведник сделал когда-нибудь небольшое злое и получает должное здесь, чтобы не быть наказанным там. Равным образом, если увидишь, что грешник похищает, обманывает, делает тысячи зол и несмотря на то благоденствует, точно так же не смущайся, а скажи, этот грешник, делающий тысячи зол, когда-нибудь сделал нечто доброе и получает за это благо здесь, чтобы не требовать награды там. Это можно видеть и на примере Лазаря. Так как случалось и ему иметь кое-какие грехи, и богачу, в свою очередь, иметь нечто доброе, то послушай, что говорит Авраам. Ты получил уже доброе твое там, а Лазарь злое его, Лука 16, 25. Какие? Ты сделал нечто доброе, ты зато получил богатство, здоровье, удовольствие, власть, почет, и тебе не осталось никакого долгу. А что Лазарь? Не согрешил ни в чем? Нет. Потому и говорит, а Лазарь злое его, потому что, когда ты получал доброе твое, тогда и Лазарь злое. Итак, когда ты увидишь, что праведник терпит наказание, называй его блаженным и говори. Этот праведник имеет какой-нибудь грех, получает возмездие за него и отходит в тот мир чистым. Если же он наказывается более, чем заслуживает грехи, это меняется ему в умножение праведности. И слушай, что я говорю. Ио был праведен, непорочен, истинен, благочестив. Ио в один, один. И тело его подвергалось наказанию здесь, чтобы получить награду там. Или ты думаешь, что я поступил с тобой не так? И разве ты откажешься правым? Ио в 43. Итак, совратил ли этого святого Иова совет жены? Напротив. Скорее даже сделал обратное. Укрепил его еще более. Так что он даже выразил порицание жене. Он предпочел лучше скорбеть, мучиться и терпеть тысячи бедствий, чем найти освобождение от этих зол через хулу. Между тем, многие из людей, когда подвергнутся какой-нибудь болезни, тотчас же извергают хулы и таким образом тяготу болезни несут. А пользы от нее, приобретаемые через терпение, лишаются. Что ты делаешь, человек? Хулишь своего благодетеля, спасителя, защитника, попечителя. Не замечаешь, что несешься в пропасть и вергаешь себя в ров крайней погибели. Для того ведь дьявол и наводит тысячи бедствий, чтобы неизвергнуть тебя в этот ров. Если он видит, что ты хулишь, то легко умножает и усиливает скорбь, чтобы ты под влиянием мук опять предавался ропоту. А если видит, что переносишь мужественно, и чем более усиливается страдание, тем более ты благодаришь Бога, то тотчас же отстает, видя уже тщетность и бесполезность своих поздней. Зачем ты ропчешь, человек, и извергаешь хулы, если подвергнешься когда-нибудь неожиданному несчастью? Разве ты сделаешь легче страдание, если будешь хулить? Наоборот, ты усилишь его и сделаешь скорбь гораздо более тяжкой. Но ты не можешь молчать, будучи пронзаем скорбью. Тогда вместо хулы возблагодари, восхвали, прославь Бога. Если ты произнесешь этот лук, то и помощь Божию оттолкнешь, и дьявола сделаешь более сильным против себя. А если возблагодаришь, то и козни лукавого демона отразишь, и по печени Бога покровителя привлечешь к себе. Но часто язык по привычке стремится произнести эти непотребные слова. А ты, когда он устремится, закуси его отовсюду, крепко зубами, прежде чем он произнесет эти слова. Лучше ему теперь обливаться кровью, чем в тот день, когда он будет желать капли воды. Не иметь возможности найти обличение, как то было с богатым. Лучше ему потерпеть временную боль, чем непрерывно и вечно гореть в огне на том свете. Итак, когда ты подвергнешься тяжкой болезни, и многие будут понуждать тебя облечить страдания, одни заклинаниями, другие амулетами, третьи какими-либо иными чародейными средствами, а ты ради страха Божия мужественно твердо перенесешь тяготу болезни и предпочешь лучше все претерпеть, нежели решиться сделать что-нибудь подобное. Это доставит тебе венец мученичества. И не сомневайся, как мученик мужественно переносит муки истязаний, чтобы не поклониться идолу, так и ты переносишь муки болезни, чтобы не нуждаться ни в чем, исходящем от него, и не сделать того, что он повелевает. Но те муки сильнее, зато эти продолжительнее, так что оказываются равны тем, а часто даже и более сильными. Али. Али. Да, да. Да. Недолго задержу. Я хотел тоже поговорить о жизни и смерти. Но не о болезнях, а прямо вот о смерти. Вот Тавифа была такая в общине одной христианской, одна из первых общин христианских была. И там была вот эта самая Серна. Ее так звали. Но я так понимаю, что раз показывали, все приходили и там то, что она делала, платья, рубашки, то она быстрая была на дела и причем делала очень хорошо, качественно и с душой, как у нас говорят. Но случилось так, что заболела она и умерла. Ну умерла, тут не просто болезнь, уже все, смерть. И теперь мы видим какое-то чудо. Не чудо воскресения, это понятно апостолы. А чудо, что люди решили пойти за апостолом Петром, чтобы он ее реанимировал. Вот в чем чудо заключается. И теперь давайте подумаем, как они дошли до этого, эти люди. Это была христианская община. Они очень желали, чтобы эта травифа была с ними. Вы понимаете, как они желали? Я так предполагаю, что мы сейчас так не желаем, чтобы Игнать Тихон с нами остался. А может и желаем. Да? Не умеет. Да. Может быть желаем, поэтому он все еще жив и жив, а все помирает и помирает. Все. Поеду, потеряю, там могилки посмотрю, мамы и так далее. А здесь раз и начинают молиться. Дело все в следующем. То, что сейчас апостолы нам оставили после себя, очень интересное послесловие. Знаете, такое, как бы, вот раньше как было, надо вот сердце оживить. Послали к апостолу пришли такие. Вот у нас там такой-то, такой-то апостол встал и пошел. Пришел, возложил руки, она взглянула на него и села, сидит все живая. Вот, пожалуйста, я отдал ее. Но апостолов-то нету сейчас. И вот эти чудеса постепенно закончились, а скажу, и не постепенно, а сразу закончились. Больше мы не видим, чтобы так раз кто-то пошел там и исцелял по заказу. Нету этого. А что есть? Что осталось после апостолов? Вот сектантам легко, я их спрашиваю, у вас как с апостолами вы поступаете? Вот апостолы написали там все, но были такие, которые не писали. Вы их как поминаете-то? А что их поминать, они мертвые уже. Все, нет и нет апостолов у них. Все, конец. А апостолы после себя оставили нам жизнь. Жизнь по молитвам наших братьев и сестер. Если мы нужны, то молитвы эти они здесь еще держат. И даже более того, они сдерживают пришествие антихриста, то есть они сдерживают пришествие самого Христа. Но Христу радостно. Ему чем больше людей уверовать, тем Христу лучше становится. Потому что Господь сам такой закон себе вывел, что не хочет, чтобы умерли люди, а чтобы все грешники спаслись и в разум истинный пришли. вот воля какая Господа, чтобы все-все уверовали, но все-все не получается. Господь сам определяет уже, и смерть покрывает всех везде, и люди уходят. Но праведники, как мы читаем, сейчас они уходят в жизнь вечную. Но есть такие люди праведники, вот как это Тавифа, которые своими добрыми делами, своим примером, они других видать заражают, и до такой степени их охота всегда иметь перед собой, как вот сладенькое и вкусненькое на столах, как вот чистый воздух какой-нибудь, как самых любимых, но это же чужие люди, но они нашли в себе это, я не понимаю, какое-то творческое усилие, потому что иначе кто-то что-то придумал, кто-то придумал, вот сейчас мы молимся за этого Ким даже нашли, да, и кто интернет, и кто сотовую связь изобрел, да к этому еще за электричество просто неразбираем мы здесь, а если бы узнали, как бились за электричество, как изобретали двигатель внутреннего сгорания, вы бы все удивились, сколько, вот дизель, это такой мотор, а на самом деле дизель, название, это человек, он был англичанин, его звали фамилия дизель, а сейчас просто дизель, это вот такой какой-то дизель здоровый, а это на самом деле просто был человек, переводится оно там как-то по-английски этот дизель, а он сотворил этот мотор, который сейчас двигает вокруг прогресс, и за него американцы там бьются в Персидском заливе, убивают мусульман, здесь Россия ездит в Арктику, вот, что сделал один человек, раскрутил землю, и теперь 40 тысяч километров для нас, это ничего не значит, люди туда-сюда летают, тоже за него можно молиться, тоже, как бы, значимый был, но нет, никто за него не молился, а именно вот тарифу нужно было, почему? В человеке есть еще такие качества, вот как Игнатий Тихонович постоянно вспоминает, 6 качеств, которые человека делают лидером, и одно из них, последнее, привлекательность должна быть в человеке, и вот эта привлекательность, она часто в нас отсутствует, посмотрите на нашу общину, я к чему веду так, на нашу общину посмотрите, друг на друга посмотрите, и поймите, что каждый из нас должен любить ближнего своего, как самого себя, понимаете, какие должны быть молитвы у нас за каждого, кто сидит здесь рядом с тобой, какая у тебя ответственность, апостолы нам оставили жизнь, они нам оставили это воспоминание, как воспоминание, да, если ты желаешь, чтобы ближний твой был с тобой рядом, ты молись, и он будет с тобой рядом, он будет с тобой с твоим советчиком, твоим лучшим другом, не так, у нас все равно здесь остаются человеческие качества, мы где-то там что-то прижмем, какую-то информацию, прижмем какие-то там средства, прижмем язык, прижмем разум, и вроде как у нас все нивелируется, и так все гладенько, хорошенько, так все вроде нормально, на самом деле, язвы копятся в обществе, копятся, копятся, и потом революция, революция, тут сатана уже с кровавым мечом, сейчас я вам помогу, хоп, всех подровнял, а потом, что-то я не понял, а что, одни трупы-то, так дорогой, ты подровнял-то это, по себе, а ты-то дух бесплотный, и никого нету, одни трупы, а у нас должна быть жизнь, маленькие, большие, мужчины, женщины, Господь теперь всех объединил в одну церковь свою, и в тело, в тело Господне входят и мужчины, и женщины, раньше входили одни мужики, в Ветхом Завете, теперь же и женщины тоже, они вошли, да, как немощный сосуд, но дальше апостол говорит, Павел, вы сильные должны сносить немощи бессильных, и вот теперь эти сильные должны поставить свои рамина, и нести этих бессильных, а бессильные-то какие, они, какие выдают первые, они знают за кого молиться, чтобы ты живой был, вот в чем дело, и на этих крыльях молитвенных, и возрастает каждый в этом обществе духовном, каждый растет, понимаете, если каждый будет молиться друг за друга, потому что заповедь Божия, возлюбить ближнего своего, как само себя, а это равна заповеди возлюбить Господа Бога, и веровать Ему, и веровать в Него, и веровать всему, что Он оставил в Слове Своем Святом. Итак, молитесь друг за друга, любите друг друга, да любите друг друга. Аминь. Аминь. Спаси Христос, брат, за призыв Христос воскрес. А есть за призыв любить друг друга, это самое лучшее, что можно призвать. Только я хочу сказать, брат сказал, что апостолы кончились. А кто такой апостол? Апостол это посланный. А Господь нас посылает. Идите и проповедуйте всему миру. Стало быть, кто вы есть? Апостолы. Вперед на проповедь. Игнать Тихович, слово. У меня три части. Первое. Смерть у нас смерть наступила. Но и смерть-то наступает. Очень сильно. Каждый день умирает, на которых смерть наступила около 170 тысяч человек. Прикиньте, что это такое? Пять дней и Барнаула нет. Это каждый день. И выходных в ней не бывает. Это самый старый, самый лучший проповедник сегодня на земле. Стучится в дворцы, в Кремль, в трущобы, в тюрьмы. Везде она стучится. И вот она постучалась к нашим ближним. Три дня назад погиб наш близкий, знакомый, родной брат нашего Евтихия, брат Михаил, священник, на дороге. Батюшка наш выехал в пути. Туда они близки очень были. Хоронить будут завтра. У русских такая поговорка есть. А мертвым говорят, хорошо или ничего. Это перефразированный, кверх ногами, поговорка ремлян. Там звучало совсем по-другому. А мертвым говорят, все, хорошее или плохое. Когда мы прощаемся, мы не знаем, вернемся ли мы. Что самое главное? Когда Христос уходил, Он прощался, и больше ли сам Его не увидите. Сколько было печали. Для вас это лучше, что я ушел? Если не пойду, не придет Дух Утешитель. Но мы сказать этого не можем. Но мы можем что-то сказать, то, что говорил Дух Святой. Я не туманно вам говорю? Понятно это? А сам Михаила я знал. И сегодня нужно не хвалебное по Нигирике петь, а сказать, что у него было не так, и об этом помолиться. Как только я сейчас закончу, я попрошу сразу о нем помолиться, знаете, чтобы пропеть за упокой. Хотя в этом, говорит Сана, один запев. Понятно. Он приезжал неоднократно в Потеряевку. За все время, сколько он не ездил, он не задал ни одного вопроса. Вот думайся. Ни одного. И я, наконец, ему сказал, стоя на батюшком крыльце, батюшка, он хороший, он кроткий, смиренный, службу ведет. Почему вы никогда ни одного вопроса не задаете? Ни письменно, ни устно никогда бываете здесь? И отец Аким молчит. Я говорю, вот приезжал отец Кирилл Сахаров, Берсеневка, там 300 метров от Храма Христа Спасителя, игумен, член Союза Писателей, талантливейший человек, и он приехал с группой детей, с воспитателями в наш лагерь. И был он 10 дней, и он на шаг не отходил. Все время у него с собой кассет, сколько было, всех заполнял, заполнял. Так нет ничего, он из рук не выпускает карандаш. Как утром встали, и пока мы не легли спать, он ходит со мной везде по полям, с детским лагерем, все записывает, и потом все и запросит в книги. Почему вы ни одного вопроса не задали? Тот человек с высшим образованием, там кандидат, там у него патриархи, каждый год он ездит за рубеж, там везде, его знает весь мир. На это он что должен был бы сказать? Я желаю отцу Михаилу царство небесное, но нужно говорить все о чем именно молиться, не просто царству желать. Господи, освободи от этого, но именно об этом надо молиться. Это важнее. Я никак не ожидал, что он может сказать. человеку, когда показывают его соратник в одной церкви, все православные, игумен, но правда в то время он находился в зарубежной церкви, отец Михаил, потом перешел обратно в патриархию после этого ложного объединения. Он мне ответил. Ну, хочет сказать, что может священник в таком случае сказать, и должен был сказать. Ну, если имеете какие-то мысли, скажите, что вы бы ожидали? Естественно, ожидать. А я могу с ним встретиться? С таким интересным человеком, как отец Кирилл Сахаров. Это очень образованный человек. Нигде так уютно себя человек не чувствует из приезжающих, как у него. Вот я нынче был четыре проповеди только в храме. Прямо там же, около храма Христа Спасителя говорил. Он уже облечет в подрясника все, что нужно, сделает. Он только сказал мне, смотри, этот жид и сюда проник. Я так отшатнулся. Какой же он жид? Сукарман. Сукарман это Сахаров. Во-первых, я по сегодняшней не знаю евреи ли. Но во Христе нет, во-первых, иудеи ели. Вот это жуткая русская юдофобия, ненависть к евреям. Ты проклятый во всех отношениях будешь, если ненавидишь еврея. Проклят, проклинающий семя Авраамова. Ты хочешь, чтобы тебе все было хорошо? Благословляй семя Авраамова. Так они жиды, они волки. Сегодня мне пишут такие юдофобки, женщины, просто лопаются от злости. Я знаю, не хуже тебя. Но ты хочешь, чтобы они были другими? Конечно, молись, благословляй. Господи, обрати их, чтобы они Мессию Христа приняли как Бога. Он к ним пришел к погибшим вовсам Израиля. Я этот вопрос задал батюшке. Батюшка, а ты знаешь, какой у тебя друг? Он к тебе все время ездит, давно дружите. Во-первых, ничто не интересует из благовестия. Я маленько остановлюсь на этом, а дальше скажу, соединю сейчас. Вот притча о богаче и Лазаре. Сколько считают? Учат семинарии. Я читал проповедей массу. Просто не знаю, сколько. Но есть одно, что нужно каждому знать. Не вводная часть, как учат, потом основная часть, эпилог. В каком порядке надо гомилетикой заниматься, проповеди составлять. Все знает где-то. Скажите, вы знаете эту притчу? Кто ее не читал? Подними эти руки. Все знаете. Что у вас самое главное в этой притче? Сказали бы, вот из этой притчи можно взять только один стих и дальше никуда не идти, от которого зависит что-то в будущем, не в прошлом. И третью часть я нанизываю на это. Был такой проповедник Евгений Берсье. Я до сих пор не знаю, кто он был поверлен. Это проповедник времен Парижской коммуны. Однажды у него было собрание 2000 человек. И он сказал, вообразите, вы, как граф Антекристо, заключены пожизненно и навсегда. И с собой разрешается взять только одну книгу, которую вы будете читать еще лет 70. Ее нельзя обменять ничего. Она единственная будет скрашивать ваше одиночество. Все 100% ответили Библию, а у них написано Галлигенбильд, Святую Библию. Какой бы вы стих взяли из этой притчи, самый главный, все объясняют, какой был богач нехороший и какой нищий хороший. И все это правильно рассуждает, но все это в прошлом. что касается конкретно меня, богачом я никогда не буду и валясь я вряд ли буду как нищий, которые псы лижут. Меня толкнет маленько, уже врач звонит меня из больницы, как здоровье, что-то у вас неладно, наверное, вас надо скорее обследовать. Я не нищий. Но что-то в этой притче есть такое, чтобы научиться мыслить духовно, научить и свидетельять главное. У меня на неделе было такое, я давно сидел за одним священником Московской Патриархии и решил глубже посмотреть. Уминский отец Алексеев, запомните это, на форуме я его поставил, одну тему открыл. 12, кажется, я его проповедей взял, все до одной по Слову Божию. Для Патриархии это просто чудо. И о нем мало слышно. И он говорит, мы приходим, что по церковному положено все читать, это в литургии, это мы по церковному кругу ходим и ходим. Но где слышание голоса Божия, расслышали мы его или нет. Живем ли мы в духе, как будто мы за одним столом с ним сидим, что он говорит. Его звать Алексей Уминский, Московская Патриархия. Вот почему я называю ее, она благодатная. Какой стих один в этой притче можете назвать, поднимите руку, для вас главный. Говори, сестра. Евангелие, Глуки 16, глава стих 31. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес не поверит. Садись. А ты когда этот стих выделила? Сейчас здесь или... Нет. А? Это я вчера занималась этой главой. От Бога. Я ведь не знал, что это будет. Это главный стих, который касается других. Он не сказал, кто придет к вам, будет миссионеры проповедовать. Нам говорят, ну что это, вы ходите, Евангелие раздаете и все. У них есть законы пророки. Закон Моисея умер, пророки умерли. Он обращается к писаному закону. У них есть Евангелие, в церкви продается. Обращайтесь к ним, ни одного проповедника может не быть. У них есть законы пророки, пусть слушают. И Златоуст говорит так. И просил-то богач, заботился не о себе, а братьях, пять братьев, и они все одинаковые, неверующие. Что он рассказал? И он говорит, чудо воскресения из мертвых меньше значит, чем знание веров, пророков в Святую Библию. Он воскреснет, он говорит, кто из мертвых воскреснет, не поверит. Не гоняйтесь за чудесами. И он зато вот четко говорит, мне не нужны чудеса, мне нужно Слово Божие. Я поворачиваю теперь это все. Там Библию избрали, мы один стих избрали, и теперь я беру, Господь уходит и говорит, не отключайтесь, сидите в Иерусалиме. Вот это был настоящий всемирный монастырь 10 дней. Придет Дух Утешитель, и вы будете мне свидетелем во всему миру. И говорит, идите и проповедуйте Евангелие. О ком я говорю сейчас, о человеке, погибшем в автокатастрофе, у него этого не было. И мои попытки раскачать ничего не привели. Да, ходили там где-то в тюрьму, что-то. Он не хуже других был, он был очень хороший священник, хороший семьянин. Но вот этого, как у них не принято было, так и осталось. Я считаю, необходимо об этом именно помолиться, чтобы он, да будет спасена его душа, оттуда из вечности дал сигнал, чтобы с кем он занимался, был, подвигнулись на благовестие. Православие не то, что умирает, оно почти бездыханное сегодня лежит, как большой труп, великая молчальница, как называли. Попрошу пропеть о нем. Пожалуйста, царство ему небесного. иди сюда, иди сюда, из века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще вот брат подсказывает мне, я стыду своему забыл, как это случилось не знаю Год назад, 1 мая, умерла наша сестра Валентина, Валентина Павловна Год уже промелькнул Еще раз о болезнях Вот не возбраняется болящему идти к врачу Но я уже думаю, была бы медицина уж на уровне том, на котором она была раньше Было бы лучше, потому что сейчас, несмотря на все наши достижения Ведь все достижения, которые человек своим умом постигает без Бога Сатана тут же направляет на погубление тел и душ человеческих Изобрели электричество, а сколько через это электричество погибло людей Изобрели, открыли атом, а сколько погибло людей Только в один миг погибло сколько людей в Хиросеме и Нагасаки От этого изобретения Изобрели то, что можно пересаживать сердце, другие органы трансплантации И теперь что? Торговля Торговля органами В интернете В шестой раз старшему Рокфеллеру Этому, наверное, одному из основополагателей этого Эта иерархическая лестница, которая управляет всем миром В шестой раз пересадили сердце В 76-м году первый раз ему пересадили сердце 99 лет Оно вот нужно ему, это Думаете, что он не умрет, что ли? Умрет Но самый долгожительный кто был на земле? Мафасаил 969 лет Ну и все равно, как один миг между прошлым и будущим Потому что вечность Для Бога тысяча лет как один день и один день как тысяча лет И думаю, уже вот все эти ухищрения нашего разума В медицинской отрасли в том числе В исцелении людей оно используется врагом человеческих душ в обратную сторону И все эти достижения будут употреблены на то, чтобы подвергать пыткам человека Которые несравнимы со всеми предыдущими пытками, которые потерпевали святые Потому что каждая клеточка будет вопиять от боли И умирать будет, и опять воскрешаться будет человек И опять бесконечно будет испытывать эти боли Так что Вот такая вот Песня, что называется Брат, тебе было задание? Так, наверное, прочти Евангелие от Луки, 16 глава С 19 по 31 стихи Уже прошло Пропили уже Брат, твоя очередь Меня попросили прочитать Аргументы и факты Статья 20 назад Да 2010 год, 28 номер Так что сделайте скидку и еще приплюсовывайте Называется статья Часы судного дня Стране нужна большая бюрократическая чистка Призывает автор Вячеслав Костиков Неумолкаемый стон стоит над Россией Стонут от засилия бюрократии Стонут рабочие, капиталисты, селяне и горожане Честные налогоплательщики, сидящие на нарах воры Стонут родители и дети Абитуриенты и здоровые Больные и здоровые стонут проститутки и их клиенты Старики и едва оперившиеся младенцы Смешно говорить, но стонут даже богатые Ведь и им приходится решать свои проблемы А следовательно, в кавычках, смазывать, просить, давать откаты Богатым легче Их слеза легка и мимолетна Дал на лапу и свободен в плавании по капиталистическим волнам Простому человеку нечем откупиться А число бесов, норовящихся вцепиться зубами в его тощий кошелек Все растет и растет Они бесчувственны в плачу Слепы к чужой беде Ненасытны в корысти Они не ведают стыда Там, где нельзя отхватить большой куш Они готовы выманить полушку Новые стахановцы Поборов и Волокиты Они подстерегают нас на каждом шагу В большом министерстве И в маленькой конторе В губернаторской приемной И в столичном офисе В зале суда и на ближайшем перекрестке У входа в школу И в коридорах военкомата Бесы, получившие вместе с должностью Доступ к народному кошельку Будут преследовать нас от рождения до смерти И даже когда мы устанем смотреть на этот Испоганин и корыстью мир Они придут провожать нас К воротам муниципального кладбища И там выхватят из рук родственников Свой последний бесовский сбор Нам постоянно внушают Что высшая власть заботится о нас Повышает пенсии, наращивает зарплату Учреждает новые выплаты и льготы Беда в том, что вся эта благодать Едва попав в карманы Изымается оттуда ненасытными руками мздоимцев Как у них глаза не лопаются от стыда На фоне зарплат шахтеров, учителей, врачей Спрашивает читатель Речкин из Омска Глава Глава Народная защита Беззащитность граждан от чиновничьего беспредела Порождает невиданные формы гражданского сопротивления Пресса много писала о том, что отчаявшиеся Найти правовую защиту граждане уже готовы записывать бандитов В приморские партизаны, в Робинбуды и в Ворошиловские стрелки Чиновничье всевластье порождает экзотические формы общественного сопротивления Утрачивая веру в справедливость, люди обращаются за помощью колдунам И небесным силам Недавно в Сочи состоялся коллективный молебен о спасении города от произвола властей Нам остается только обратиться к Богу, чтобы Он вразумил обезумевших от властей и денег сограждан Говорится в принятом на молебне обращении Множатся молитвы о наказании мздоимцев и о понуждении властей к выполнению обещаний Недавно жители московского микрорайона Жулебина совершили массовый молебен за дарованием возможности ездить в центр Москвы Дело в том, что московские власти, вначале советские, а потом капиталистические Вот уже 30 лет подчают их обещаниями о строительстве в микрорайоне о станции метро Глава. Бесы На днях многодетная жительница города Камышино Волгоградской области Светлана Шульц Так и не дождавшись помощи от местных властей с 1990 года Она стоит в очереди на переселении из аварийного дома Обратилась с письмом к Папе Римскому Бенедикту XVI Письмо Уважаемый Бенедикт, прошу прислать в Камышин святую инквизицию Или специалистов по изгнанию бесов для вразумления наших чиновников И наставления их на путь истины Конец письма На столь неординарный шаг женщину выдадило то, что письма, которые она присылала Ранее Медведеву Путину, возвращались до принятия мер К тому же Камышинскому начальнику Неспособность высшей власти приструнить бездушных или распаявшихся чиновников Убивает в людях остатки веры в справедливость, дискредитирует политику Опросы Фонда общественного мнения регистрируют падение доверия ко все ветвям властей Более 70% граждан чувствуют себя незащищенными от возможного произвола властей, милиции, ГИБДД, налоговиков, судей и чиновников Все уже устали от разговоров о чиновничьем произволе и коррупции А армия бесов Продолжает расти Множится число надуманных должностей, бесполезных документов, идиотских инициатив Размножаются эксперты по укреплению корпоративного духа В кавычках Умножаются в кавычках кодексы чиновничьей чести И конечно, у каждого маломальски заметного столначальника есть собственный пресс-секретарь Который раз в месяц выдает на гора какую-нибудь глупость Сам чиновник выйти к прессе не может, ниже его достоинства Хуже всего то, что когда чиновнику нечем заняться, он начинает изобретать Уже озвучена идея массовой заготовки, сушки и последующей продажи в Арабские Эмираты астраханской саранчи На днях родилась идея массовой пересадки москвичей и жителей Подмосковья на вертолеты для преодоления транспортного коллапса Чиновничье племя так располодилось, что на всех уже не хватает работы А взятка емкость бизнеса и политики ежегодно возрастает на 20-30% Социологи подсчитали, что из 8-часового рабочего дня около 5 часов тратится впустую 80 минут на перекоры, 60 минут на кофе-брейк, еще час на болтовню с коллегами А между тем замеры, проведенные во время кризиса, показали, что в тех офисах, где была уволена половина сотрудников Прохождение документов ускорилось, а качество и производительность труда возросли В Чигага с 1947 года существуют символические часы, отмеряющие срок до наступления судного дня Стрелки передвигаются вперед или назад в зависимости от крупных событий в жизни страны и мира После краха коммунизма в СССР стрелки часов, к примеру, перевели на 15 минут назад Опасность получить Кузькину мать как бы отступила Было бы неплохо завести часы судного дня и у нас, в России Если президенту удастся сократить чиновничество хотя бы на обещанные 20%, стрелки можно было бы перевести немного назад Но верится в успех этого дела с трудом, ведь все предыдущие сокращения аппарата приводили к его росту Неужели нам для успеха модернизации нужно, чтобы Бенедикт XVI и в самом деле прислал нам инквизицию? Или может быть нам поможет своя добрая сталинская улыбка? Вячеслав Костиков, а вы не от и фактов Небольшой комментарий хочу к этому дать Скажет, ну неверующая статья В неверующие ты обращается и к верующим, и тоже граждане И все это из-за того, что люди неверующие Вот здесь, где мы находимся, нужно приватизировать было землю У меня пенсия тогда была 5 тысяч, а сейчас 6 тысяч, я уже разбогател, считаю Чтобы оформить ее, пришлось заплатить 60 тысяч Чтобы землю оформить, нужно только 3 человека Хозяин, который продает, кто покупает и один свидетель Это книга Еремия говорит Сегодня в Москве, чтобы оформить землю, нужно пройти 262 кабинета Ну вы вообразите это И никто ничего не делает Вот у меня здесь усадьбу разбили пополам Они говорят, я один хозяин, а ну надумайте продавать по частям Заводят две домовых книги Мысленно они чертят забор Заводят забора, они не поставили его Благодаря Баварину я еще не платил деньги-то Но это все уже паразиты, повесли на шее, как клещи у быка весной Я пытаюсь им доказать, что здесь вот то-то дело Они не слышат и не знают, дай деньги Прямо в открытую кричат Ну вы себе еще продаете, не продаем Они из кабинета в кабинет налоговый забегали Ну вы же православные Ну неужели у вас еще не продается? Не продается, они собрались вместе Вы, наверное, не православные Ему нужно, он уже горлохват схватил меня И эта страна ждет, чтобы ее защищали Кто же ее будет такую защищать-то? Когда ищут защиты где-то от кого-то А причина какая? Да потому что это все в церкви находится Я говорю, вот для чего Я пригласить, чтобы в Потеряевку на день деревни Пришел в КГБ, приняли Краевую администрацию, приняли Краевой суд прошел, там, организации, заводы Меня везде приняли, кроме епархии Бумагу принимают раз в неделю Там с 11 до 12 Я так ахнул Я говорю, бумагу-то везде принимают В любое время секретарь Ни под каким видом не принимают Такой бюрократии, как в Церкви, нигде нету Это страшная бюрократическая машина Почему Краснов Плевитин Он шесть сроков отсидел, говорит, отмотал Церковный историк Он говорит, государство больно Запомните еще, корыстью и трусостью Корыстью и трусость, трусостью и корыстью И трижды больна этой болезнью моя родная православная церковь Вот ответ Везде корысть Архиерей буквально вытряхивает душу Из настоятеля Даже ничего не может платить Деньги назначил, нет Я говорю, что я продаю машину, чтобы тыка заплатить Дай деньги Ну, это не кто-то рассказывает Близкий нам отец Павел-то Ну я, бабка принесла ящик-то, молока литру Не могу архиерею переслать литру-то молока Он деньги требует Где я их возьму? Какое счастье, что у нас этого ничего нет Вы с людьми, кто ушли от нас Поговорите, созвонитесь Платят ли они там десятину То есть они на уровень воров опустятся сразу Где вы будете? Да спасет вас Бог Ну, десятину платите Подадите к батюшке Потому что проклятием вы проклятые, если не платите Позаботьтесь об ушедших Об одном О десятине От нас уехала сестра Плотникова, Марина И она там пришла, там, не знаю, Георгий или Григорий, священник И она принесла ему десятину в Грецию Он не может понять, что это такое Она говорит, батюшка, это десятина Но священникам скажи, будут платить тебе десятину Он скажет, никто его не будет платить Он знает, не будет Поэтому торговля Святая десятина уничтожает движение денег Они не нужны? Я вот к чему подговариваюсь Батюшка вчера звонил и просил меня сообщить вам Я с корректурой этой батюшки на славу Успел несколько слов сказать по телефону И несогласия с ним Он говорит, мы ездили там на Луганск, Донецк Где это, там, смута Юго-восток Украина-то Я с первого дня говорил, это делать нельзя Это те же самые, которые Чечню пытались отделить Почему эти назывались, кто они, бандиты Почему они по-другому там называются ополченцы Откуда они взялись? Отсюда набивают автобус и ведут прямо от Кремля Народ погибает Гументарную помощь Теперь пишут Гуманитарная помощь Говорит, едва ли 10% впадает к ним И торгуют, что угодно делают Их там ополченцев, в кавычках Этих бандитов Бандиты самые настоящие Их судит, свой суд теперь к расстрелу За насилие, за взятки Все, что они там делают Это охрана, которая была Это Киев даже этого не знает И батюшка опять говорит, что надо собрать Я говорю, батюшка, не надо Не надо этого делать Во-первых, они нас не просят Во-вторых, деньги уходят не туда Но я говорю еще и тоже с корыстью Мы ездили на восток Первый год Второй, мы прошли к югу И третий год в прошлом году Мы прошли на запад От Тихого до Атлантического океана Остался один север Так уж Господь допустил У нас все осталось в Калужской области Команда собирается Остался одного человека найти Я уже говорил, вот Валерий Сокольский По всем параметрам он подходит Спокойный И надо Приедет если Марьясов, дальнобойщик Сергей с собакой Доехать до Калуги И сразу идти к Баренцеву морю То есть захватить север Для чего оставлены там наши были книги К Луганску я не знаю Я передал только Батюшка говорит, ну кто хочет, тот передаст Поэтому я передал Я говорю, у кого есть желание Купите сухопрукты Чем мы брали Это кедровые там орехи Что в дороге-то Когда варить-то нечего С хлебом хоть пожевать-то Не они сейчас сухарином там готовят Им готовят Я не могу ехать Я не могу Просто практически не могу Я едва утром стою Я не болею А вот позвоночник сползает и все Ну операция была Что спрашивает Говорит, на леченом коне далеко не уедешь Но Кто что может принести Если есть какие-то Что-то в деньгах будет Это уже не мне Это уже отдавать надо Кто и поедет Валера Ну реши, прими решение Ты всю жизнь будешь потом вспоминать Какая радость, где ты был У нас брат Севастьян как не занят Он тоже ездил У нас тут Кто умеет крутить баранку Уже все почти съездили Но это далеко Но не за границей Это все рядом Тем более Дальнобойщик будет Наш брат из Краснодара Приедет если Ему уже и деньги отдавать Вы ему если доверяете А нет, значит Сергей Мне копейки А мне зачем Это не надо Но я буду где-то что-то собирать Наша экспедиция Которая как к северу Когда Седов шел Она должна быть обеспечена Мы ездили никогда Ни в чем не имели нужды У нас все было Бензин повысился Цена Надо обеспечить Мы делаем такое дело Вот только сегодня Я вчера получил В разных городах люди Ищут священников Пробуждение мало идет И сегодня они принимают Крещение троекратно С полным погружением С троекратным полным погружением Это люди Мы ничего не знали Не заботились Это вы нас расшевелили Да я что бы сделал Расшевелил без вас Я нуль Это и программисты работают И ваша помощь материальная И прочее Мы даем материалы Люди Вот вчера только Последний ролик поставлен Я беседую с Грецией Салоники Посланник Песловники Сам этот город И он эти Которые вопросы задает И внизу комментарии Какие дают Зайдите Посмотрите хотя бы один ролик Какое богатство Даже высказать нельзя А мы там были Если я Сказал доходчиво Это понятно Между собой Посудите и посмотрите Ваше это дело Это для того Чтобы выполнить Наказ Христа Ждите И будете Свидетелями До концов вселенной И мы это сделали Сделали Как могли Бескорыстно Корысь и трус Трус Из-за чего? Из-за того Что жалкая жизнешка И ничего больше нет И человек буквально трясется Не бойся умереть Все равно ты умрешь Но умри достойно Как в фильме Про Кама Гридеша Она киржал дает Нерону Ты жил как зверь Умри по-человечески Хотя бы То есть зарежь сам себя Умереть по-человечески Это означает Примирившись со Христом Прославив Его И ради Христа Не жалея жизни Вот здесь За ближних Как раз душу и отдаешь ты Трудности Поход такой Для того чтобы люди Услышали о Христе Отошел Аллилуйя И все-таки я повторю Просьбу батюшке Потому что он мне тоже звонил Вот эти две просьбы Высказанные Игнат Тихоновичем Я их озвучиваю еще раз То есть то что нужно Необходимо собрать на поездку Это однозначно нужно сделать Но То что касается Луганска и Донецка Отец Иоанн из Тулы Собирает эту помощь И Помощь эта будет адресна Вот Игнат Тихонович сказал В ополченцах Но там ведь не только ополченцы Там ведь мирные люди Которые Ни в чем не повинны Практически Они не участвовали в этих событиях Не противились может быть А они терпят эти несчастья И в том числе есть люди Которые Православные христиане Это будет помощь адресная Так заверяет отец Иоанн Адресная конкретная помощь Не ополченцам Ни какому-то там начальству Через какие-то там Десятые руки дойдет До конкретных лиц То есть кто будет расположен В следующий раз Когда батюшка приедет Можно будет через него передать Деньги Есть слово кого-то Ну я вижу прямо Их не отличишь Новенькие они не новенькие Потому что они уже выглядят как наши Ну вот у нас уже сегодня новая Новая душа Может немножко скажете что-то о себе Представьте, пожалуйста Грубо за брубо скажите Я Соня Лисиченко Соня? Соня Лисиченко Лисиченко? Да Мне 15 лет Я учусь в 8 классе Ну что? Она сейчас в больнице? С родителями? Здесь живешь? Нет В Новопераново Ага В Тайском крае Ясно Ну здесь Я просто пока в больнице Меня отпустили На выходные Я вот Давно в церковь ходишь? Нет Меня покрестили в прошлом году 5 января Пошли день рождения Покрестили Тройкратно повыше? Да А где? Здесь В Барнауле Тройкратно полное погружение? Да В каком храме? В каком храме? Иоанна Богослова Иоанна Богослова? В институте А что удивительно? Иоанна Богослова За деньги? Слава Богу Конечно Это уже Пожитование За пожитование Да? Ладно Еще один вопрос Не надо Вот вы ходили там в храм Что вам здесь не понравилось? Он меня больше всего интересует Я не похвалы жду А что нам уже исправить Может быть Вот вы Глаз который не затертый Постоянным пребыванием здесь Мне понравилось Тут Все интересно И все Хорошо Оставайте Сейчас будет трапеза И занятия Так еще Значит вот Татьяна Кузьминична хворает Она всегда У нас озвучивала Валентина Яковлевна Кто там? Мария Яковлевна Мария Яковлевна Ну что вот Я не знаю Кто Я была в пятницу У Марии Яковлевны Но она сидит Уже я пришла Она кушает Она уже шутит Улыбается Рассказывает Все Она уже Второй день Начала ходить Но боли у нее Конечно Есть еще У нее много дней Температура была Держалась Вот И мне температуру Измеряли И уже нормально 36,9 У нее было Ну Дет еще Но начала кушать Уже Уже Бодриться Жизнь Начинает Вступать в свои права Как раз тут была За ней Ухаживали Всей палатой Помогали Очень она Благодарна Этим женщинам И в общем-то Это Довольная всем И еще Татьяна сказала С Казахстана Позвонила Валя Всем поклон передала И в лагерь С внуком приедет Ух ты Еще с одним Внуком Капилина, да? Или с тем Да, да Она С вами Павловна У кого еще есть слово? Да По телефону Передает поклон сюда Валентина Барышникова Она О ней бывает У нас На службе Ну ее не снесло Там потопом Потопом не снесло Просит молитв А не Именно потому что Ей очень трудно В одиночестве Очень трудно Как в одиночестве Со Христом? Ну Она не может Этого полностью Принять Соседи Окружающие Другие мешают Овцы, коровы Ходят по огороду Это ее смущает И очень трудно Там Укрепит Да ее Господь В вере В этом месте Может ей забор Надо сделать? Об этом я уже и говорила Огород слишком большой И она И без забора Нужен корабль Поэтому она на следующее воскресенье Собиралась приехать Ну помоги Из Рубцовска Передает вам Все общины Наши сестры Их трое Молятся Валентины Дмитриевны И передают поклон сюда Спасибо Господи Ответный поклон Николай Я маленько Может повторюсь Или что-то Вот Слова такие Я в одиночестве Я вот как понимаю Что человек одинок не бывает Правильно же? Он всегда Самый лучший собеседник Он всегда с тобой Это Господь Бог Недаром Сегодня прозвучало Что Библия Единственная книга Слово Божие То есть Бог С нами говорит Вот И что И еще Меня конкретно Удивляет Что Мне мешает то-то Там Нет забора Там 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 самолет летит Там машины ездят Там что-то такое Мне мешает Значит у тебя мыслей Своих вообще нету Ты пытаешься жить Чужими мыслями Чужими образами Чужим виднем Собака мешает Или что-то Вот тут уже как-то Один говорю Игнать Иханович Как ты говорил Выговорю включите Радиоприемник И попробуйте помолиться Вот понимаете Я просто к чему говорю Вот у меня работа такая 12 часов Постоянный шум Ну примерно Если кто-то в этом понимает В акустике Ну примерно 90 децибел Это 110 Это болевой порог уже Там 90 Ежесекундно Ежемельчайшая секунда И вот этот шум Причем низкочастотный Не просто там Самолет истребитель Летит Он самый вредный Бывает сердце Ну как Не попадает В ритм Само с собой И я чувствую Оно у меня замерло И ждет Что ей делать У меня это часто бывает Как называют Там аритмии Или как Не знаю Вот в чем дело Поэтому вот эти Одинокие Обратитесь Господу И он будет Всегда с вами Не надо теряться И что тебе Кто-то поможет Нет Берл Гриллс Все смотрели Кто не смотрел Рекомендую Способы выживания Выживает Один Где угодно В канализации В морозе Везде ты должен выжить Почитайте Порт Артур Книга Офицер спасся Царский офицер Начали обстрел Жучайше Он испугался Да не могу И куда В туалет Туда вниз Представляете Обстрел кончился Он там сидит Вылезти не может И заходит солдат туда И он говорит Слушай ты помоги Ну солдаты Офицер Тот-то дворянин Офицеры все дворяне И он потом По гроб жизни Был этому солдату обязан Что он не выдал его тайну Что он там сидел Вот что Вы понимаете что И вот это одиночество Ну пример такой И надо уметь Выжить в любой ситуации Христианину как никогда Потому что неизвестно Ой шумно Дымно Пыльно Да ты можешь попасть В такой шум В такой дым Где там вообще невозможно Все курят и матерятся Ой не могу Мне уши там Как один неверующий Мне говорит Я говорит Вот эту газету Надо запретить Аргументы и факты Ну это было давно Там пять лет назад Я говорю А что тебе А вот здесь реклама водки Она меня смущает Охота выпить Вот прям диву даешься Ты понимаешь Смущает его реклама А собственное поведение Его не смущает Поэтому ну Больше как то Вот даже надо уметь Отключать собственный слух Там или глаза Что то Ну да Мало ли что мы видим И слышим Ну если на все это Как сказать Иметь как причину Собственного неустройства Внутреннего То зачем жить тогда Вообще Не даром Льва Толстого Как бы оберегали От худых действий В отношении себя Ну в итоге Человек потерялся А что ничего нету Все плохо Все очень хорошо Я живой Я живой Здоровый С Господом С братьями Ну что еще надо Ну я там Там есть храм Есть икона Помолись Открой книги Интернет Телефон Видео Да хоть что включи Ты всегда найдешь друга Аминь Аминь На прошлом собрании Татьяна Кузьмична Объявляла Что у нас дети болели Мы все молились Кто молился Я очень благодарю Спаси Христос Нам полегче Мы конечно еще Не выздоровели до конца Но пришли Славу Богу Аллилуйя Слава Христу Я начальник детского лагеря 43-й год И основатель его И вот о чем говорил Брат Николай Вот как в ребенке Это зарождается Недовольство Дети-то разные Только Перекреститься даже не умеет Все может делать А перекреститься Целый день не могу научить Он вот так вот Машет куда попало А остальное знает Переворачивается Показать фокусы Назовет там Какие-то игры Название Не знаю даже И вот он домой пишет Заберите меня отсюда Прошло несколько дней Я говорил Родители предупреждаю У нас перрилюстрация Это просмотр письма Потому что Он что попал Напишет А родители там Заховятся Здесь кормят плохо Здесь спать плохо Здесь солнце плохое Здесь ветер плохой Воспитатели плохие Ну ладно Письмо я это прочитал Ударил в колокол Лагерь собрался Так что письмо Твое так Выходи Считай сам его Как дети подняли крик Как называет Грай Ну все там Говоришь В то время Там была Наталья Приходько Старший воспитатель Она такие там Шоколадки Там все это готовила Ну пальчики Оближешь то Да как ты мог Валерке сказать Такое Гляжу Он уже ниже Ниже начинает Это опускаться И дальше Всю эту погоду И другая девочка Написала Бабе Баба Я сроду не думала Куда ты меня отправила Я еще больше тебя люблю Здесь баба До того хорошо Ты здесь классный дед такой Он на велосипеде гоняет Она даже Это увидела Рассказала все И поставила рядом Разница есть Как он на нее Смотрит теперь Ты больше Ее ростом Другая девочка Написала Такое письмо Как заоборачивались Все на костре Ну кто она такая-то Она как раз Самая презираемая была Она слабослышащая Но и внимания Не обращали никакое Она написала Просто поэму настоящую Какие травы Как были Как на нее это повлияло Насколько лучше Она стала спать А вы родители мои Да как вы могли Найти мне такой лагерь Как я научилась Плавать здесь Так когда я назвал ее Так мои Ну парни тоже Большие лет 14 Они буквально вот так Вихрем вокруг нее Стали ходить И поэтому Это в детях Надо сегодня научиться За все благодарите Великое приобретение Это не деньги Не сыном Там Сделаться миллиардера Какого-то А быть благочестивым И довольным Благочестие И довольство Вот на этой неделе Кажется Марина правильно В понедельник у вас был В музее И там какие-то Работницы Куда меня провели Две У меня там Хорошие было свидетельства Какие люди хорошие Там Вышли А тут и директор Как раз Еще один мужчина И всем пришлось Засвидетельствовать Насколько важно Сохранить доброе Которое было в старине Музей это охранят Но они все умерли С чем мы туда придем Это там Каждый день Дали бы выступать Я бы каждый день ходил Это вокруг Обстановка Книги Люди Мундиры мертвых людей Вот где я был И Господь услышал Выписали мне благодарность Я им книги подарил И сказал Я могу все подарить Они даже не поверили Но наверное ждать надо Напомнить им Все мы Спасибо Господи Братья и сестры Что из сегодняшнего Говоренного Услышанного Было лишним Ничего Я почему не спрашиваю Не спроста спрашиваю Потому что Ищущие противоречия Находят их до 150 тысяч В Библии Как говорят Подсчитывали некоторые люди Ищущие Недовольство Всегда найдут Вот и сегодня Сказали А от чего Зачем нам читали Вот эту вот статью Лишним она была Нет Эта информация Молиться о чем О чем молиться О чем думать нам Чем заполнять свои мысли Это важно Для каждого из нас Вот Не нужно да Казалось бы Я могу сказать Про своей больницы Раньше Когда я начал работать Были Главный врач Два заместителя Все Сейчас их пять И у каждого Секретари У каждого Свои кабинеты И все они На Зарплате Которая Как называется Как она называется Нет Она Договорная Нет Это не то что Оклад у него А у него Оклад В два Три раза Больше Врача Все они Теперь сидят На нашей шее Ну как Не молиться Об этом Как не Вопиять Конечно Господи Вразуми И укроти Этих Кровопийцев Потому что С собой Ничего не унесут Они И просто О них Нужно уже Об их душах Молиться И говорить Им об этом Там об этом Вон аргументы Факты Газета лежит Как раз об этом Как плодят Один на один Глаз лечит Другой Одно ухо Одно Дальше уже Ничего не знают На одной голове Говорит Десять специальностей А раньше Один лечил От пятых До бакушки Это у нас Будет еще На занятиях Сейчас будет Песнопение Трапеза И занятия Аллилуйя Аллилуйя Ангел Ваши Наши Благодат Нечистая Дева Радуйся И по Дереку Радуйся Твой Сын Возвесит И в небе Над гробом И мертвые Возвесит Новые Люди Веселитесь Светися Светися Новые Иерусалимы Слава Бог Господь На Тебе Воссия Лепой Ныне Веселись А сионе Ты же Чистая Красуйся Богородице А восстание Рождества Твоего Господи Пусть Пусть Покажутся В небрежении Своем И проповедуют Смело И Инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Решим Мы болеем